Заплатить госпошлину, оформить заявление, заказать справку. Сейчас на все эти действия уходит минимум времени. Но только в том случае, если ты зарегистрирован на сайте госуслуги.рф. Студенту Артёму Снегирёву личное время дорого, а стоять в очереди в поликлинику некогда. Поэтому получить талон он решил через интернет. А чтобы избежать сложностей, обратился за помощью в МФЦ. В муниципальных учреждениях в основном создаются большие очереди. Это не проблема врачей, но так просто получается. И госуслуги – это способ решения этой проблемы. Поэтому нужно, мне кажется, всем регистрироваться, чтобы не было больших очередей. В МФЦ, потому что здесь есть люди, которые могут подсказать, проконсультировать, если у тебя появятся какие-то вопросы. И мне просто подсказали знакомые. То есть можешь прийти сюда, и тебе всё расскажут, покажут. С начала работы сайта госуслуги на нём зарегистрировались более половины населения страны. Кто-то сделал это самостоятельно. У других по разным причинам нет такой возможности. В этой ситуации могут помочь многофункциональные центры. Можно зарегистрироваться в МФЦ. У нас установлены специальные моноблоки. Наши специалисты вас проконсультируют, как это можно сделать. Здесь же вы получите подтверждение личности у нас прямо в МФЦ. И, соответственно, у вас открывается доступ в личный кабинет с возможностью оформления этих услуг, уже не выходя из дома в своём личном кабинете. Пользователи сайта госуслуги, помимо основных сервисов, получают и другие возможности. Например, сейчас они могут оценить работу властей. Жители Копейска могут дать оценку местной власти, пройдя интернет-опрос на сайте администрации kgo74.ru. Данный интернет-опрос проводится с 2013 года по поручению президента России Вадимира Путина во всех муниципалитетах страны. Вопросы, они традиционные. Они дают оценку качества работы местной власти. Это состояние дорог, медицины, социальной сферы, уровня качества жизни, услуг ЖКХ. Пройти опрос, получить госуслуги и проконсультироваться по работе с интернет-ресурсами можно во всех копейских офисах МФЦ. График работы удобный. Приём ведётся в дневное время, вечером, а также в субботние дни. КОНЕЦ КОНЕЦ